Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». С вами Ася Лайдар. Депутаты Мажелиса показали работу информационных систем Семея. В город с рабочим визитом приехала делегация Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажелиса парламента. Мажелисменов Семеи заинтересовали процессы цифровизации региона, в связи с чем первым местом визита стал информационный центр при городском Акимате. Ведь именно здесь принимают все обращения граждан лично и в режиме онлайн. «Можно использовать карточку. Сколько сегодня жителей города вот такие карточки приобрели? Сколько? Уже организовано 145 тысяч. 145 тысяч уже получили такие карточки? Да. Дальше будет. Подходишь карточкой? Да, подходишь карточкой. Можно проверить баланс. Можно проверить баланс. Это все. Здесь есть две семьи КИСЛ. Сразу идет информация, 160 тысяч. Потом, когда человек заходит, он прилагает. Также делегация ознакомилась с введенной системой электронного билетирования. Особенность системы в том, что ее разработали казахстанские специалисты. И это позволяет модернизировать ее самостоятельно по Казахстану. У пассажира карточки также приложите сюда и обратите внимание за проезд. Понятно. А если карточки у меня нет, я зашла, то я оплачиваю вам. Да, покажите. Да, оплату на личную. Здесь все идет через систему. Все она официализирована. Сразу в Чехии все. И обходы выдаются. Как там картируете, кто платил, кто не оплатил? Здесь есть специальный пункт проверка билетов. Давайте я сейчас один билет выдам, да? Несандартный билет. Беру денежку, да, у пассажира. Попреждаю. Вот билет. Это в том случае, если вам оплатили. А если я предрешила зайцем проехать? Также, смотрите, просто я могу взять карту транспорта, да? Приложите ее еще раз, попытаться оплатить еще раз. У меня будет проезд уже оплачен, то есть нет необходимости. Либо я могу зайти в специальный пункт проверка билетов, транспортная карта. Приложите транспортную карту. Поезд оплачен. Не остался без внимания и спортивно-культурный комплекс в Карагайло. Депутаты положительно оценили строительство объекта. Отметим, с 20 января три части спорткомплекса будут сданы в эксплуатацию. Мы передали, уже объявили всем конкурс, передали доверительное управление. Значит так, и прописали условие, что содержание здесь за счет доверительного управляющего. Доверительное управление, откуда возьмешь? А как откуда? Концерты будут проводить сюда? Уже заявок у стоков у нас сейчас. У нас имеется опыт с компаниями, которые управляют Алматы, Аремя, Халык, Аремя. Так как одной из целей визита депутатов Мажелиса стал контроль внедрения широкополосного интернета в Восточном Казахстане, следующим пунктом визита стало село Мукыр. К слову, недавно в селе Мукыр подключили качественный интернет. Поэтому к сельчанам вместе с депутатами приехал руководитель акционерного общества «Казахтелеком» и ознакомил гостей с проделанной работой. Сейчас у нас очень хорошо ловит сеть, и с помощью нее мы можем доступно объяснить детям темы сегодняшнего урока с помощью видеороликов или слайдов. Это очень удобно и, главное, просто в использовании. Мы будем работать над тем, чтобы во всех сельских местностях семейского региона был высокоскоростный интернет. Мы совместно с АО «Казахтелеком» хотим обеспечить всемирные паутины весь регион. В целом, мажелисменам работа сети понравилась. Однако они отметили, что необходимо увеличить скорость доступа в интернет в сельской местности. «Цель нашего приезда в город семей проконтролировать, чтобы все населенные пункты развивались согласно современным технологиям. Дети в образовании должны использовать цифровые технологии. Хорошее образование детей – залог процветания всей страны». Отметим, что главной причиной поездки депутатов является, конечно же, контроль за улучшением качества образования детей и качества медицинской помощи. К слову, данные вопросы образования и медицины в Восточно-Казахстанской области депутаты пообещали поднять в парламенте. Ассель Айдар, Нарлан Уразалин, Марат Сагимбаев. Информационная программа «Шарайнат» ВК6. В семье, в первой в казахскоязычной школе номер 37, которую открыл народный деятель культуры Баташ Садыкулы, установили памятную доску. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Почет ученому, почет науке Баташ Садыкулы родился в 1929 году в селе Саржал Абайского района. В 1951 году окончил Семипалатинский педагогический институт и в 1993 году решил открыть первую казахскоязычную школу в семье. Он внес огромный вклад в становление литературно-научной среды и в духовно-культурное развитие города. Баташ Садыкулы внес большой вклад в развитие казахского языка в нашем городе. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память нашего деятеля. По-моему, это помогает помнить ученых-земельков будущему поколению. Напомню, в 2016 году в честь Баташа Садыкулы в гимназии номер 37 был открыт лингвистический центр. Хочу отметить, что сегодня при жизни нашему отцу исполнилось бы ровно 90 лет. Это знаменательная дата для нашего семейства. На сегодняшний день мы тесно сотрудничаем со школой номер 37. Не так давно мы открыли лингвистический центр в этом учебном заведении. И в центре обучается очень много детей. В ходе мероприятия участница лингвистического центра Гулима Спанзиарова выступила перед широкой публикой со своими произведениями в виде стихов, посвященных Баташу Садыкулы. Баташ, ага, арнау рейн, оқы десен. Баташ, ага, арнау рейн, оқы десен. Субтитры делал DimaTorzok Дабы почтить имя общественного деятеля, в мероприятии приняли участие представители интеллигенции, администрация города, также друзья и родственники Баташа Сыдукалы. Казахский язык – это наш народный код, это прекрасно понимал и Баташ Сыдукова. Сегодня мы собрались, чтобы почтить нашего земляка, великого ученого. При жизни Баташ Сыдукова очень многое сделал для развития языка в нашем городе. Мы должны гордиться этим. Сегодня исторический день, ведь мы и наше будущее поколение должны знать и уважать наших ученых. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом от учеников школы номер 37. Субтитры делал DimaTorzok И это были все новости на сегодня. До скорой встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА